приветствую друзья я виталий портников владимир зеленский прокомментировал угрозы относительно его физического устранения на брифинге в гааге президент украины отметил что это неинтересная тема и что он не собирается общаться ни о чем с подобными людьми я думаю россиянам нужно думать как изменить ситуацию в их собственной стране изменить свой режим а после того они смогут подготовить свое общество к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны слова зеленского стали реакции на призыв бывшего президента российской федерации а сейчас заместителя председателя совета безопасности россии дмитрия медведева который в своем телеграм-канале призвал к физическому устранению головы украинского государства и других руководителей страны по словам дмитрия медведева после сегодняшнего теракта медведев имел ввиду атаку беспилотников на кремль не осталось никаких вариантов кроме физического устранения зеленского и его клики зеленский по словам медведева не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции ведь адольф гитлер такой акт не подписывал всегда найдется какой-нибудь дёнец отметила медведев напоминая о исторической ситуации когда после самоубийства адольфа гитлера его наследник на посту главы немецкого государства контр-адмирал дёнец подписал акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской германии перед союзник тот факт что сейчас в роли гитлеровской германии выступает неонацистская россия в роли адольфа гитлера сам владимир путин а дмитрий медведев борется со спикером государственной думы российской федерации вячеславом володиным и секретарем совета безопасности российской федерации генералом николаем патрушевым за почетное звание йозефа пауля геббельса этот факт не приходит в голову не бывшему российскому президенту не другим представителям ближайшего окружения владимира путина военным преступником непосредственно причастным к нападению на украину убийству мирных жителей уничтожению городов и прочим преступлением совершенным российской армии за эти черные месяц однако слова дмитрия медведева свидетельствует еще и о том о чем мало кто хочет говорить на западе постоянно говорят о возможности каких-либо переговоров с российским руководством после того как будет завершено украинское контрнаступление и украинские вооруженные силы выйдут на новые позиции по отношению к российским оккупантам однако становится совершенно очевидно и то что пишет медведев только подтверждает это так что российское политическое руководство совершенно не собирается разговаривать с политическим руководством украины о каком-либо прекращении войны в этом смысле прав владимир зеленский который говорит что дипломатическое урегулирование может произойти только после смены режима однако в том-то и фокус что в обозримом будущем никаких реальных возможностей для смены чекистского режима нет а значит нет никакой реальной возможности для политических переговоров с руководством российской федерации или хотя бы для того чтобы руководство российской федерации согласилась на какие-либо переговоры с украиной по прекращению или даже замораживанию конфликта в случае если украинское контрнаступление выйдет на новые рубежи и будет обещать освобождение всей территории украины от российских захватчиков политическое руководство российской федерации будет скорее изыскивать возможности для физического устранения владимир зеленского и других российских врагов для уничтожения всего украинского руководства для дестабилизации ситуации в соседней стране любыми доступными российскому руководству методами но дестабилизация ситуации попытки физического устранения руководителей украины и другие шаги которым очевидно уже сейчас готовится в федеральной службе безопасности российской федерации и главном разведывательном управлении генерального штаба вооруженных сил российской федерации эта платформа не для переговоров а для продолжения войны на протяжении необозримого времени и в этой ситуации западным политикам необходимо сказать себе правду в случае если не будет найдено политическое решение конфликта которое не предусматривает политическое урегулирование взаимоотношений между россией и украины война на территории украины может продолжаться на протяжении целого непростого десятилетия отобрать не только львиную долю ресурсов самого украинского государства которое не так то просто будет восстановить после этой изнурительной и страшной войны но и львиную долю ресурсов самого европейского континента долгая война между россией и украины это не только маргинализация украины это еще и маргинализация самой европы тем более если эта война перекинется на территории других бывших советских республик не будем забывать о главной политической цели российской федерации выхода на границе 1991 года и очевидно что российское политическое руководство готова к военным конфликтам и с другими бывшими советскими республиками и реки к добровольному присоединению к российской федерации при этом разрушение и уничтожение украины должно стать примером для всех остальных бывших советских республик тот кто сопротивляется российской агрессии получает смерть руины слезы насилие и прочие преступления российского руководства а тот кто добровольно соглашается присоединиться к россии живет да при тоталитаризме но хотя бы в мире и поэтому к словам дмитрия медведева стоит прислушиваться серьезно ведь когда бывший президент российской федерации накануне войны россии против украины говорил что владимир путин не будет больше никогда встречаться с владимиром зеленским и в кремле будет ожидать нового украинского президента и в киеве и в западных столицах к этим словам бывшего президента российской федерации отнеслись насмешливо и это недооценка реальности дорого стоило и украинскому государству и украинскому народу и украинской власти и западным союзником украины так может быть сейчас когда дмитрий медведев в открытую говорит о том что российские спецслужбы готовятся к уничтожению владимира зеленского и других руководителей украины нужно серьезно задуматься не только о самой возможности такой спецоперации со стороны российских спецслужб ее то можно предотвратить а о том что политическое решение войны россии против украины надежно заблокировано владимиром путиным и его соратниками и таким образом ожидать окончания этой войны в обозримом будущем может только неисправимый романтик не способны понять что военное решение ситуации это еще не предпосылка для реального политического решения если не будет политической воли цивилизованного мира и это ворота в долгую бесконечную войну которые путин медведев и вся эта банда готовы которые они хотят а которые они мечтают только исчерпывание ресурсов преступного российского государства может привести к приостановке этой войны вопрос только когда исчерпаются эти ресурсы поддерживаемые усилиями стран глобального юга вопрос только в том когда владимир путин действительно решит что действовать путем внутренней дестабилизации украины для него выгоднее чем вести открытую войну с ненавистным для него государством спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти ресурсы пользуйтесь функцией спонсорства в самом youtube миром